Свежее асфальтовое покрытие в районе автовокзала на улице Красноармейской выполнено ровно по всей ширине проезжей части. Наконец-то привели в порядок люки-ливневки. А еще совсем недавно улица представляла собой зрелище, неприглядное и недопустимое для курорта. Вот это вот, со всеми вот этими обрывами, смотрите как асфальт он, там обломился, там обломился. Это что, будет вот так заасфальтировано? У себя дома пусть он так козырян асфальтирует, вместе с подрядчиком. Глава города терпеть такое халатное отношение к курорту не стал и обязал подрядчиков привезти дорогу в надлежащий вид. И вместо заплаток и неровных стыков ровное покрытие, как и должно быть. Очень хорошее покрытие, и я бы желал, чтобы у нас по городу больше было таких покрытий. И приезжие люди будут в этом только с удовольствием ездить. Раньше она была, вот там вот проезжаешь, там вообще яма была, где сток воды. Вот сейчас более-менее проезжаешь хорошо. Новое всегда новое. На улице Шевченко в любое время дня и ночи поток автомобилей не уменьшается. Нагрузка на дорожное покрытие серьезная. Я живу здесь с 97-го года, и ремонта не наблюдал сразу за это время. Наконец-то выполнили капитальный ремонт дорожного покрытия. И кто-то из жителей близлежащих домов увидел в этом только негатив. Дорогу делали в ночное время и создавали шум. А кто-то мыслит прогрессивно и перспективно. Теперь я думаю, что движение лучше будет. И нам как бы приятнее, что рядом с нами такая дорога ровненькая. Я живу на улице Шевченко. По поводу новой дороги, ну, сделан качественный асфальт. Ждем хорошие разметки, ну, чтобы уже было. Ну, и чтобы в дальнейшем ухаживали за дорогой. Сегодня начался долгожданный ремонт покрытия на улице Крымской в районе средней школы номер 5. Ямы станут неприятными воспоминаниями и еще для нескольких улиц.